Впервые в Северском районе состоялись состязания по армейскому рукопашному бою среди казачьей молодежи. Первенство на Кубок Атамана Кубанского казачьего войска прошло в поселке Афивский. Побороться за звание лучших приехали спортсмены из шести казачьих отделов и одного округа. Господин Московский старшина, участники первенства по армейскому рукопашному бою на Кубок Атамана Кубанского казачьего войска для открытия соревнований, построенных главным судья соревнований в Еремене. Здравствуйте, господа казаки! Здравствуйте! Вольно! Среди почетных гостей присутствовали глава района Адам Джарим, заместитель Атамана Кубанского казачьего войска, войсковой старшина Константин Перенишко, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов. Я рад вас сегодня приветствовать в этом замечательном спортивном мероприятии. Казаки из мартонников всегда защищали свои семьи, были воинами. Казачьих семьях и отец, и дед, и прадед, все были воинами. Из этого складалась традиция воинской службы и особого отношения к ней. Сегодня мы придерживаемся этих замечательных традиций и проводим заявление по армейскому рукопашному бою. Потому что мы, идущие в плане, мы должны быть защитниками, готовыми всегда стоять на защиту своей семьи, своего отечества, своей родины. И я, конечно, надеюсь, что это станет доброй традицией проводить первенство в армейскому рукопашному бою. И, конечно, я декабрь пожелать, чтобы победил сильнейший, поменьше утрам, больше положительных эмоций и воспоминаний. Мир нам небо над головой и процветать. Участников соревнований разделили на две возрастные группы 15 и 16 и 17 лет в различных весовых категориях. Основа любого единоборства – это не только физическая подготовка, но и духовная работа над собой. Цель победы в этих соревнованиях, прежде всего, это победа над собой. Как любой спортсмен, знаешь, что я должен победить в поединке, прежде всего, нужно полетить самому себя. Свои страхи, свои сомнения, свои, может быть, какие-то несовершенства. И вот когда это победа над собой произойдет, тогда уже не страшно и будет. И, конечно же, готовя себя к этому спортивному состязанию, мы готовим себя к жизни. А в этой жизни мы должны защитить тех, кто в нашей защите нуждается. Защитить свою семью, свою землю, свое Отечество. И Божьему помощи на этом доблестном и славном пути. Рукопашный бой уже стал традиционным видом спорта для казачьей молодежи. Им увлекаются учащиеся казачьих классов, члены военно-патриотических клубов. Это сложный технический и в то же время зрелищный вид спорта. Для нас почетно, что такое мероприятие проходит именно в нашем северском районе. Перевенство в армейском губашном бойце и казачьей молодежи на приезд атамана лубанского казачьего бойца. Я уверен, что сегодня каждый из нас покажет свою силу, ловкость, красивую технику, ведение боя. Поэтому, как уже было сказано, казахи были всегда защитными своей одной земли. Я желаю вам мира и добра, счастья и благополучия. Вы на правильном пути и уверены, что с каждым годом ваши ряды будут пополняться новыми и новыми ребятами, которые любят свою бувань, уважают казачество и поддерживают все традиции и обычаи казачьего народа. Счастья и добра, мира и благополучия нашей родной бувани, нашей великой России. Турнир проходил два дня. По итогам боев состоялась торжественная церемония закрытия первенства. Победители и призеры соревнований получили почетные грамоты и медали.